так ну что сцепление сцепление собираем сцепление пружинка пружинка обороте код так так тут все цивильно колечки стоят резиновые чтоб масло не текло мотоцикл вообще с виду как вот магазина корзина моторная цепка звездочка шпоночка звездочка шпоночка а как всегда у них разваливший заводил к ружина причем какую не разбирай все вот эта штука всегда почему-то разваливший так так втулка шайба я поскольку знаю тут не должна стоять смотрим шпонку чтоб она не убежала вот так то хорошо все надо затянуть цепь это моторная да как сопля уже все же не какой-то приспособлен так как-то я затягивал сейчас вот сюда подложу что-нибудь чтобы не промять так два ключа и головкой затянул так гайку я затянул все дела вот эта херня вот так гаечка и шайбочку где-то я видел шайбочка гаечка гаечка с левой резьбой в нашей технике все левое так берем головку и затягиваем головку на 19 на 22 голова на 22 сунул туда плоскогубцы они вперлись в шестеренку первой скорости и зафиксировали корзину ну вот так думаю хорошо все тут хорошо крутится в плане если вот эта штука не крутилась пришлось делать втулку ставим диски по сцеплению я скажу тут что-то у него совсем печально диски какие-то драные корзина ржавая так вот так и последний а штыпселек штыпселек не забыть пау он насквозь вывалился планете не забыть а тут нужно забыть он с той стороны встанет корзина какая-то просто смертельная у него тут стоит вроде мотор новая корзина ржавая старая драная так собираем сцеплением по сцеплению в юпитере легче в крышке есть лючок и можно сцепление подрегулировать в любой момент ну диски то тут правда он рассажены скажу ему что корзину сцепления пускай меняет сейчас пускай пока это если что крышку снимет сам поменять не буду я ждать пока он опять купит все это дело так ну что мою крышку и ставлю крышку закрывая сцепление останется у нас поршневая все пока у меня такое ощущение что ему корзину кто-то подменил и поставил самую драную а хорошую себе забрал потому что как-то она вообще не клеится к этому мотору тут все новое а корзина такая убитая стоит так ну что крышку я помыл берем прокладочку прокладочку берем ну вроде бы все так все так все так надеваем крышечку очень хороший сальничек тут так затягиваем крышку ставим за водилочку вот так вот такую втулочку которую я не видел ни в кого сто лет а тут она еще стоит которая поджимает колечко все затягиваем ставим и на поршневую так ну что по поршневой рассказываю в общем здесь стояли вот такие поршня поршня с тонкими кольцами вот они четвертого ремонта расточен цилиндр я не знаю откуда это поршня может это какие снова снова ежа так сделан под китай но кольца тут стоят поршня офигенно все расточен а кольца вот они вот видно какая дырень они явно третьего или второго ремонта но они не под этот ремонт они меньше я искал кольца кольца я не нашел я решил что заказать ижевские натуральные четвертого ремонта вот они плотником но я думал их закажу шлифану под эту толщину и поставлю сюда но получился такой казус они выпуклые туда неровные они сделаны как вот японские китайские скутера вот эти двухтактные там они все такие впуклые неровные и я посчитал если и в поршне выемка тоже живы пуклая такая неровная конусная я посчитал если шлифануть кольцо чтоб она вставала туда в узкое место и еще свободно было от кольца останется миллиметр и две десятки по моему ну такое кольцо оно будет вообще никакое оно мертвое будет просто и поршней таких я почему-то нигде не обнаружил может они правда и не ижевские открыл авито и как-то чисто случайно я увидел продаются четвертого ремонта есть авито доставках ижевские натуральные поршня 63 миллиметра четвертого ремонта вот я их сразу заказал но как всегда как обычно бывает с нашими поршнями это постоянная проблема юбка шире на десятку чем башка я понимаю что она должна быть шире но не настолько что здесь он болтается а где юбка он туда просто не влезал просто физически не влезал что тот поршень что этот они просто не влезали в цилиндры пришлось идти на поклон токарю он там с микрометром наплевавший но снял эту десятку поршня стали ходить замечательно вот они стали плотно и легко вот такая вот система в общем пришлось полностью поршневую поменять поршня а цилиндр хорошая я цилиндр еще он говорит давай новую поршневую купим ну зачем новую когда вот она застощенная хорошая вот такие вот дела эти поршня я не знаю может от какого-нибудь там из 7 юпитер в общем будем собирать заводскими стандартными кольцами и заводскими стандартными поршнями и колец я заказал 8 штук 4 в запас еще они по по 60 рублей что ли кольцо не меньше как-то совсем не дорого ну и все в общем сейчас я разберу цилиндры а может не буду разбирать сейчас посмотрю сейчас я поставлю первым делом поршня вот поставлю поршня и тогда подумаю разбирать цилиндры нет по одному удобней ставить подумаем в общем ставим поршня сейчас я думаю наплюешься вычитать поршня пальцы лезут вот здесь как бы скользящая шлифовка а в эти будешь греть это же наша поршня у нас же ничего не бывает даже все надо чтобы вот молотка греть греть чтоб все вот через чтоб через муки все вот это шло я говорю еще раз что китайские и японские мопеды они скучные а наши вот на соображалку на кровь на мучение сделаем в общем грею поршень и буду пробовать забивать пальцы наши поршня просто так не забиваются не знаю что получится будем пробовать будем пробовать стрелкой на карбюратор в юпитере даже стрелкой на карбюратор надо делать все как-то не очень идет но идет о один забил на горячую встал так греем 2 в общем вот так вот вот таким макаром болток с муками с криками но забил так ну что цилиндры я раскрутил чтобы не волынкаться сейчас посмотрим этот как-то потуже идет этот полегче очень хорошо ничего не зажимает нигде люфты люфты есть все равно вот этот цилиндр он побольше рассажен этот поменьше поршня не зажат сейчас поставим кольца и будет все в огне довел я его так чтобы чтобы поршня не зажимала цилиндрами легко вот этот цилиндр прыгал немножко я его тут наждачичкой меленькой меленькой вот где трется тут потер тут потер и немного немного шатун сюда подогнул вот так чуть-чуть легкая правка шатуна называется это в ялах так даже в документы в книге написано легкая правка шатуна чуть-чуть я вот сюда шатун согнул видно или палец забивал или такой шатун сам по себе был и немножко он зажимал горшок сейчас вот горшки стоят под своим весом и поршня их не подымает значит будет работать легко и не будет клинить вот за этим ребята следите чтобы без колец поршня ходили легко в цилиндрах потому что если поршень зажимает в каком-то или вверху или внизу поршень зажимает цилиндр то он будет греться будет клинить будет плохо работать на холостых будет тяжело а вот так вот когда легко будет работать легко и приятно все в общем подгоняем кольца ставим головки так ну все с поршнями я наигрался со штопорками одеваем кольца кольца тугие никак в японцев техмопедах китайских там кольцо даже если будешь стараться не сломаешь оно полустальное получугунное а тут как бы надо немножко пачковать чтобы кольца поставить вот а в яве вообще по три кольца на поршень там тоже не очень удобно это все дело одевать вот теперь надо вниз это все дело отправить не хочется ломать так вот такая надо высчитать чтобы и не нажмешь плохо и пережмешь сломаешь опа вот так ну и последний все ставим горшки затягиваем и в баню и цилиндр так ну и воду развлекаться короче снял я кольца опять не посмотрел сразу частая ошибка они они не лезут вот туда вот видно наверно да не лезут бабушки надо подтачивать кольца я сразу не посмотрел обычно смотрел так в общем подтащил я кольца вот так вот должен с кольцами вот так вот должно входить с кольцами когда кольца хорошо стоят в замках легко без проблем если идет туго значит кольцо где-то зажимает один поршень пришлось подтачивать кольца во втором смотрю замки нормальные и кольца хорошо стоят сейчас буду ставить второй цилиндр я думаю тут замки хорошо они входят вот видно да вот здесь замки входят на том поршне не входили вот на том вот эти бабушки ниже стоят и все в общем вставлю второй цилиндр и все запихал я второй цилиндр вот они практически легко ходят с такими плотными кольцами ничего не зажимает поршень шевелится поршень должен с кольцами шевелиться обязательно вот чуть-чуть но должен шевелиться это значит что он кольцами не зажат и поршневая будет хорошо работать легко и не будет клинить и не будет греться и все и все остальное будет очень легко ему работать вот в общем завершающая часть в головках вот такие отверстия вот смотрим тоже чтоб не было тут ничего не попало никакой земли ничего чтоб не было под стать отверстием и шайбы шайбы тоже железо не пожалели десятка толщина так ну последний штрих сначала затягиваем штаны немножко поджимаем цилиндры и первым делом затягиваем затягиваем штаны чтобы цилиндры встали ровно по штанам если мы затянем сначала цилиндры потом штаны то цилиндры встанут криво и штаны не будут плотно прилегать из-за 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 этого будет подсос воздуха и мотоцикл будет работать как попало противно и не настраиваем так что сначала поджимаем штаны цилиндры подтянутся штанам как им надо а потом уже затягиваем горшки ну все вроде я его победил все легко хорошо будет работать чисто и весело все ребята десятый час устал но мотор я все-таки собрал пока помощник вот все равно я еще раз говорю каждый советский мотор по-своему уникален что-то надо добавить свое подточить подпилить подкрутить все завтра буду звонить хозяину пусть забирает сначала скажу что корзина там у него мертвая может решить корзину купить когда еще мотор полежит ну посмотрим все пока